Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru Завтра в Москве начинают работу кофе-ти какао Russian Expo 2024. Там будет финал российского Team Masters Cup, довольно насыщенная чайная программа с несколькими любопытными мероприятиями и много знакомых. Выставка будет работать три дня, расписание мероприятий есть на сайте, ссылка на сайт будет в сообщении. 15 апреля в Ханчжоу у почтеннейшей чайной публики был представлен официальный набор стандартных образцов лунзына. Лунзин, напомню, это один из самых известных чаев в современном чайном Китае. В трех официальных производственных регионах, на озере Сиху, в Цантане и в Юйчжоу, его ежегодно производится примерно 27 тысяч тонн. А общая стоимость, скажем так, бренда лунзин оценивается примерно в миллиард долларов. При этом и сорт чайного куста, из которого производится лунзин, и технология производства самого чая довольно широко распространены за пределами провинции Джидзян, так что вопрос стандартизации лунзина действительно важен. И с точки зрения банальной коммерции, и с точки зрения развития потребительской чайной культуры. Бумажные стандарты на этот чай давно существуют, но лунзиновые специалисты посчитали, что этого недостаточно, и выпустили набор из шести чаев, являющихся образцами чая лунзин шести разных грейдов. Ну, то есть шести разных уровней качества или шести разных сортов. Сорта там с первого по пятый, первый круче пятого, и еще специальный или высший сорт, который, понятное дело, самый крутой. Образцы завидно щедрые, ну, то есть там явно не по три грамма в каждой баночке. Кроме того, набор официальных образцов снабжен официальной же рекомендацией по завариванию лунзина. Три грамма чая, сто пятьдесят миллилитров кипятка, настаивать четыре минуты. При анонсе набора образцов было объявлено, что набор этот нужен для того, чтобы облегчить работу чайным специалистам и образовывать чайных потребителей. Да и вообще стандартизация и все дела. Но я почти уверен, что людям, которые выпустили этот набор образцов, было еще и очень интересно такую штуку запустить. Работа с образцами стиля – это вообще одна из самых интересных тем в чае. И поле совершенно непаханное. Не, отдельные попытки типа семь цейлонских чаев или там главные чайные регионы Индии встречаются иногда, но это, как правило, сувениры. А наши китайские коллеги зашли с профессиональных козырей. Надеюсь, что аналогичные официальные образцы появятся и для других китайских чаев. И им, кстати, совсем не обязательно быть супердорогими. Не нужно путать образец с эталоном. В Японии, в Токио, произошла на днях забавная и детективная история. В одном из токийских торговых центров на всеобщее обозрение были выставлены разные изделия из золота, среди которых была и золотая чаша, но не та, о которой пел басков, а для традиционной японской чайной церемонии. Эта золотая чаша была довольно быстро украдена одним романтическим юношей, который обнаружил, что витрина с чашей не заперта и не смог преодолеть искушение. Чаша оценивается примерно в 10 миллионов йен, это примерно 65 тысяч долларов, так что происшествие наделало много шуму. Вора нашли буквально за пару дней, а потом нашли и чашу в одной из токийских комиссионок, куда похититель сдал ее за миллион 800 тысяч йен, ну то есть примерно за пятую часть ее объявленной стоимости. Замечу, кстати, что декларативное стремление японской чайной эстетики к простоте совершенно спокойно соседствует в японской культуре с искренней любовью к демонстративной роскоши. У того же Хиде Йоси, который, напомню, был сюзереном Сен-Нарикю и его основным заказчиком, была золотая чайная комната. Потому что в обеи с обеи это, конечно, хорошо, но политическому лидеру нужно время от времени и попонтоваться, иначе пацаны, ну то есть самураи, не поймут. Так что золотая чаша для японских чайных церемоний – штука совсем не противоестественная. Тем более, что в случае с той чашей, которую сначала украли, а потом нашли, японский мастер постарался и сделал ее самую малость неровной и как бы чуточку шершавой, артистично намекнув на естественность. Но край чаши отполировал. Так и губам приятнее, и блестит, и забавная отсылка к распространенной в чайной посуде по золоте получилась. Что же касается романтического похитителя золотой чаши, то на первых допросах, комментируя свои действия, он отметил, что сначала собирался сам пить чай из интересной чашки, но потом жадность пересилил, и он решил ее продать. Это даже как-то трогательно. Это была разница во времени, оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!